Давайте подробнее познакомимся с настройками номеров, линий и маршрутов. Подробнее разберем те параметры, с которыми мы столкнулись при создании номера, линии и маршрута. При создании номера на АТС у нас доступны следующие параметры. Когда мы открываем таблицу номеров, у нас в таблице номеров доступны кнопки для действий над номерами, как мы видели. Флажки для выбора номеров, группа либо по отдельности собственного номера и имена, которые принадлежат данным номерам. Также нам доступен тип номера, кнопка для редактирования и кнопка для удаления. Если необходимо выполнить поиск номера в системе АТС, то также доступно поле критерия для поиска. Вот здесь мы можем ввести номер, либо имя, либо тип. И у нас в таблице отобразятся те номера, которые мы будем искать по данному критерию. Вот с помощью кнопок действий над номерами можно добавить номера по одиночке, добавить номера группой, вот точно так же, как мы добавили номера в нашей демонстрации. Редактировать номера по одиночке либо группой и удалить номера. Также в таблице номеров представлены кнопки импорта и экспорта номеров из формата CSV. Это табличный формат, который может редактироваться как средствами редактирования таблиц, так и с помощью обычного текстового редактора. Вот это форматируемый табличный формат в текстовом виде. Далее, когда мы открываем настройки номера, в настройках номера основных мы можем выбрать тип. Это либо SIP, либо IACS, либо FXS. Если у нас в АТС установлены модули для каналов FXS, это модули S2, либо S4, модули расширения, то мы можем назначить номер на аналоговый канал FXS. Вот далее у нас в АТС доступно поле для ввода внутреннего номера. Номер должен быть присвоен в соответствии с тем диапазоном, который был задан при первоначальной конфигурации. Далее, мы должны ввести имя для авторизации, задать число регистрации, по умолчанию число регистрации endpoints на данном номере равно одному. То есть один телефон можно зарегистрировать на данном номере. АТС и АСТАР серии S поддерживают множественную регистрацию IP-телефонов на номере, так называемый механизм SIP-форкинг. То есть до пяти endpoints, пяти IP-телефонов может быть зарегистрировано на одном номере. Данные IP-телефоны при входящем вызове будут работать как параллельные телефоны. То есть звонки будут поступать на все телефоны одновременно. Далее, для номера мы можем задать колер ID. Также мы должны задать пароль, по которому IP-телефон будет регистрироваться на номере. Далее мы должны задать имя. По умолчанию имя равно номеру. Но здесь можно задать имя, например, настоящее имя человека, который будет пользоваться данным телефоном. Либо имя должности. Далее здесь можно задать имейл. Это тот адрес электронной почты, по которому АТС будет отправлять голосовые сообщения. Вот здесь же можно выбрать язык сообщений. По умолчанию в Ястар серии S, продаваемый для России, язык сообщений русский. Вот поэтому здесь язык сообщений System Default будет являться русским языком. Далее, в пароле информации о пользователе здесь задается пароль входа абонента в личный кабинет. Все абоненты на станции могут иметь доступ к личному кабинету на станции, в котором они могут производить те или иные действия собственных настроек, смотреть собственную запись, собственные записи разговоров, историю вызовов и так далее. При необходимости можно назначить доступ пользователям к некоторым подсистемам АТС для администрирования. Здесь же информация о пользователе. Можно задать мобильный телефон, который будет привязан к данному номеру. Ну, в общем-то, мы рассмотрели основные настройки. В расширенных настройках мы можем включить голосовую почту, то есть будет либо не будет данный пользователь, данный номер принимать голосовую почту. Вот выбрать режим отправки голосового сообщения на адрес электронной почты, на электронный ящик. Вот также выбрать пин для доступа к голосовой почте, которая сохраняется на диске. То есть можно выбрать отправку голосовой почты на электронный ящик, но по умолчанию АТС будет хранить голосовую почту у себя во внутренней памяти. Эту голосовую почту можно прослушать с помощью номера и набрав собственный пин-код. В данном случае это пин-код 1000 для 3-2 лампера. То есть пин-код для прослушивания голосовой почты равен номеру. Далее в расширенных настройках можно выполнить настройку переадресации. Переадресовать всегда при неответе, либо когда занято. Переадресацию можно выполнить на голосовую почту, на номер, на определенный заданный номер. Давайте это посмотрим на АТС. Переадресацию можно выполнить на номер, на мобильный телефон, либо на указанный номер. Если выбран номер, то переадресация производится на один из внутренних номеров, зарегистрированных на АТС. Далее мы можем к внутреннему номеру привязать мобильный номер, выбрать звонить одновременно, выбрать использование, привязку мобильного номера к внутреннему номеру предприятия, к внутреннему номеру абонента на АТС. То есть, когда пользователь с указанным мобильным номером позвонит на внешний номер АТС со своего мобильного, то данному номеру, данному мобильному телефону будет представлены все возможности внутреннего номера на АТС, к которому привязан данный мобильный номер. То есть, абонент извне с помощью своего мобильного будет пользоваться всеми сервисами, которые доступны на данный АТС. АТС его предприятие сможет звонить по внешним линиям, на междугородние, на городские, на внутренние номера сервисов предприятия, по внутренним номерам внутренним абонентам. Вот эти возможности настраиваются, включаются с помощью кнопки, с помощью флажка «Включить мобильный номер». Далее мы можем выбрать контроль разговоров, настроить. Если мы выбираем флажок «Включить контроль», то мы разрешаем данный номер прослушивать. Далее мы можем выбрать режим прослушивания. Это либо подслушивание, либо подсказка, либо вмешательство. То есть, данный номер сможет прослушивать другие номера с соответствующими уровнями доступа по старт-коду. Звездочка 90 – это прослушивание, подслушивание, звездочка 91 – это подсказка, и звездочка 92 – это вмешательство. Либо также мы можем разрешить все режимы прослушивания для данного номера. То есть, данный номер сможет слушать другие номера по всем режимам. Вот далее мы можем в расширенных настройках задать время звонка перед переадресацией. То есть, если в течение указанного времени абонент не выполнит ответ на входящий звонок, то АТС переадресует входящий звонок, соответственно, на голосовую почту, либо на тот сервис, который будет указан в переадресации в настройках плана. Далее, здесь мы можем выбрать, принимать вызов, если абонент данного номера в разговоре. Это флажок «Ожидание вызова». Далее мы можем выбрать режим «Не беспокоить». Это запрет принятия вызова данным номером на АТС. Режим «Не беспокоить» в АТС может быть выставлен в настройках номера. Также с помощью личного кабинета пользователь номера на АТС может настроить режим запрета вызовов. Также с помощью IP-телефона можно выбрать, нажать кнопку «ДНД» и выбрать режим «Не беспокоить» на IP-телефоне. Также в АТС есть старкод, с помощью которого можно установить режим «Не беспокоить». То есть, вот три способа для установки режима «Не беспокоить». В данном случае это режим запрета принятия вызова на АТС для данного номера. Далее, в настройках номера «Дополнительные», в дополнительных настройках мы можем разрешить регистрироваться удаленным эндпоинтом на данный номер через НАТ. То есть, если АТС проброшена с помощью проброса портов наружу через внешний IP-адрес в интернет, мы должны выбрать здесь НАТ. Вот таким образом удаленные телефоны через НАТ смогут регистрироваться на данном номере. Вот здесь же мы можем выбрать режим удаленной регистрации телефонов на данном номере. Это регистрация телефонов либо из интернет с помощью проброса портов, либо с помощью внешнего IP-адреса на АТС, если он настроен на бан. Также, если выбран флажок «Удаленная регистрация», то на АТС смогут регистрироваться телефоны из других сетей данного предприятия. Допустим, если у нас АТС работает в одной подсети предприятия, IP-телефоны находятся в других подсетях, и им необходимо выполнить регистрацию, скидать звонки через нашу АТС, то мы должны обязательно выбрать вкладку «Удаленная регистрация», выбрать флажок «Удаленная регистрация», иначе телефоны не смогут на нашу АТС зарегистрироваться. Здесь же мы можем выбрать транспортный протокол для работы телефонов, по умолчанию это протокол UTP, но мы также можем настроить либо протокол TCP с подтверждением IP-сессии, с гарантированной доставкой пакетов, либо выбрать шифрованную сессию с помощью протокола TLS. Для настройки TLS необходимо будет сгенерировать сертификаты, загрузить эти сертификаты в АТС и в IP-телефон, и таким образом при выборе режима TLS SIP-сессия работы IP-телефонов будет шифрована. То есть, если мы перехватим трафик от IP-телефона КТС, то мы не сможем произвести анализ SIP-сессии. Далее, здесь же доступна опция Qualify, то есть настройка Qualify, опция проверки доступности номера, доступности IP-телефона с помощью SIP-пакетов Options. Вот также данная настройка и отправка пакетов Options применяется для поддержания сессии IP-телефонов, которые работают за NAT. То есть, АТС отправляет IP-пакеты Options, которые через NAT маршрутизатор выполняют поддержку сессии, то есть держат сессию через NAT. Далее, в настройках номера мы можем выбрать режим DTMF, это режим либо RFC 4733, когда внутри РТП потока передаются данные о тональном наборе. Вот, либо выбрать IN-BAN, то есть передача внутри РТП потока. В RFC 4733 тоновые сигналы, тонового набора передаются отдельными РТП потоками, а при IN-BAN передаются в одном и том же РТП потоке, в котором передается речь. То есть, причем РТП потоки. Также, режим передачи тонов может быть, может работать с помощью SIP-инфо. Это передача тонового набора с помощью отдельных SIP-полей, SIP-заголовка. Далее, здесь же в дополнительных настройках мы можем включить ограничение доступа к данному номеру по IP. Вот, разрешить IP-адреса, либо сети, с которых IP-телефоны смогут на АТС зарегистрироваться. Вот, для этого нам необходимо включить флажок, выбрать флажок, включить ограничение по IP, ввести IP-адрес сети, либо IP-адрес с телефона, ввести маску. И, соответственно, из других сетей, из других адресов IP-телефоны на АТС уже не зарегистрироваться. Если мы выдаем статические IP-адреса для телефонов, принудительно вписываем эти IP-адреса в телефоны, то мы можем задать, что только с определенных IP-адресов IP-телефоны могут регистрироваться на данном номере. Если используется для IP-телефонии какая-то отдельная подсеть в предприятии, то, соответственно, мы должны ввести здесь эту подсеть, и только телефоны из данной подсети IP-телефонии смогут регистрироваться на АТС и производить вызов. Далее, в настройках номера у нас есть настройка маршрутов. В личном кабинете пользователя данные маршруты, через которые пользователи могут звонить, производить вызовы на внешние номера, отображаются. И администратор в настройках номера может производить контроль, через какие маршруты данный номер может осуществлять исходящие вызовы. И также может выбрать маршруты, добавить маршруты, через которые можно выполнять вызовы путь данному номеру. В принципе, здесь эти маршруты дублируются из исходящих маршрутов, в которые добавляется данный номер на АТС. Здесь в настройках номера мы видим маршруты, которые доступны данному абоненту для осуществления вызовов по внешним номерам. А в соответствующем маршруте данный номер будет добавлен в номера для выполнения исходящих вызовов. В разрешенные номера. Далее. Настройки номеров мы рассмотрели. Давайте перейдем к настройкам линий, к настройкам трампа. Линии в АТС представлены также в виде таблицы. В таблице линий на АТС мы можем видеть те линии, которые были созданы на АТС автоматически с помощью установки модулей расширения, физические модули АТС. В данном случае на АТС на слайде представлена таблица линий, в которой установлены мобильные модули ОМТС, мобильные модули GSM, аналоговые модули для медных линий FXO, а также цифровые линии PRI. Ну, в принципе, и все. Дальше уже у нас IP линии. В таблице линии по ТС линии можно создавать либо удалять, но если линии созданы с помощью модуля расширения, то кнопки удаления линий у них не активны. В правой части таблицы мы видим кнопки удаления линий в виде такой корзинки синего цвета показаны активные, то есть это обоих линий, которые мы можем удалять, но линии, которые созданы физически, мы удалять не можем. Но мы можем их редактировать с помощью кнопки для редактирования линий. Вот такой карандашик, который представлен в правой части таблицы. Можем нажать и отредактировать линию. Настройки линий для физических каналов на АТС мы сейчас рассматривать не будем. Мы рассмотрим только типы линий VoIP. Рассмотрим параметры, атрибуты для VoIP линий. Вот далее в таблице линий VoIP представлены кнопки для редактирования, добавить либо удалить флажки для выбора линий. Линии можно выбрать по одиночке, либо группой в верхней части, в заголовочной части таблицы. Вот далее представлены имена линий, линии, которые созданы с помощью модулей, внешних модулей, создаются автоматически. При редактировании их можно задать, их можно перезадать. Вот имена можно отредактировать. Далее у нас отображаются типы линий. Типы линий отредактировать нельзя уже. Типы линий для VoIP линий можно только задать при создании. То есть если мы нажимаем кнопку добавить, мы можем единожды задать тип линий, либо SIP, либо YAC. Но поменять тип линий при редактировании уже нельзя. Давайте это посмотрим на примере. Перейдем в веб-интерфейс АТС, выберем линию. Вот, и мы видим, что тип канала, тип линии уже отредактировать нельзя. Вот, также мы не можем выбрать протокол. Вот, но при создании, если мы создаем новую линию, мы можем выбрать как протокол, либо SIP, либо YAC. Можем выбрать тип линии. Либо линия, либо линия, либо линия. Канал. Вот, отличие линии от канала мы разберем далее. Далее, вот, таблицу линий мы рассмотрели. Так, здесь как бы следует указать, что в веб-линиях имя в имени пользователя также отображается еще и имя, которое используется для регистрации. В физических линиях имя пользователя не отображается. Вот, давайте перейдем, собственно, к рассмотрению параметров линии, веб-линии, типа SIP. Мы рассмотрим здесь линии типа SIP для регистрации IP-ATS на сервере провайдера и линию без регистрации. То есть канал с авторизацией по IP-адресу, когда нет необходимости вводить IP-адрес. Линии типа YACS мы рассматривать не будем. Линии типа YACS будут описаны в руководстве. В принципе, они имеют приблизительно те же параметры для регистрации, такие же, как и в SIP. Одинаковые почти параметры. Вот, давайте рассмотрим настройки линии при использовании регистрации на сервере провайдера. Когда мы создаем линию веб, у нас АТС предлагает задать имя линии. Это то имя, которое будет отображаться в таблице, в списке линии АТС. Вот, далее нам необходимо включить линию, то есть выбрать режим Trunk Status Enable. Статус Trunk включен. Далее нам необходимо выбрать протокол. В данном случае это протокол SIP. Также может использоваться протокол YACS. Если это соединение с другим астеристом, либо с другой станцией, которая поддерживает протокол YACS. Далее мы можем, должны точнее, задать доменное имя, либо IP-адрес сервера провайдера. Мы создавали Trunk на SIP.net.ru и задавали имя провайдера SIP.net. Но здесь также может быть указан IP-адрес сервера, если это производится подключение Trunk к АТС, к другому серверу в данном предприятии. И используется не доменное имя, а IP-адрес. Далее мы можем задать порт. По умолчанию это порт SIP 5060. Также можно, если используется другой порт на сервере, мы должны этот порт обязательно задать в параметрах линии, для того, чтобы АТС смогла и Trunk зарегистрироваться на сервисе. Далее мы можем задать домен. Домен нам предоставляет провайдер. То есть домен может отличаться от имени регистрации. Здесь, допустим, может быть в доменном имени регистрации задан контроллер пограничных сессий провайдера. Допустим, SBC.имя провайдера.домен. Здесь будет просто доменное имя, которое идет после SBC, либо какое-то другое доменное имя, которое предоставляет провайдер. Но это имя необходимо указать, иначе Trunk работать не будет. Если используется просто IP-адрес без доменного имени, то мы имени и домене задаем IP-адрес. Далее мы должны задать обязательно имя пользователя, имя аутентификации. Имя аутентификации. Имя аутентификации это то имя, которое АТС будет отправлять при регистрации на сервисе в запросах регистр. А имя пользователя это то имя, которое будет отправлять при вызовах. При вызовах. Так, далее в поле From мы можем ввести то значение, которое АТС будет передавать при осуществлении исходящих вызовов в SIP-заголовки в поле From. Здесь же в параметрах линии мы можем задать SIP-прокси сервер. Если регистрация производится на сервере, отличном от имени сервера и производится через прокси, либо внутри предприятия используется свой внутренний SIP-прокси сервер, нет подключения, скажем, прямого подключения АТС с помощью механизмов над интернет с точки зрения безопасности, либо по соображениям проектирования архитектуры сетевого предприятия, используется SIP-прокси сервер внутри предприятия. Можем здесь ввести использование прокси сервера, задать порт на прокси сервере, вот так же использовать регистрацию через прокси сервер. Но данный механизм используется редко, обычно задается имя сервера, порт 5060, вот так же логин и пароль для регистрации. Вот здесь же мы можем в настройках линии задать тип транспорта, это UDP, либо TCP, либо шифрованный TLS. Для того, чтобы использовать шифрованный TLS, соответственно, мы должны запросить сертификат у нашего провайдера, загрузить этот сертификат в АТС и настроить использование шифрованной сессии по протоколу TLS. Далее, в линии ВАИП необходимо для регистрации по имени пользователя, имени аутентификации использовать пароль. То есть мы же должны задать пароль регистрации. Пароль и имя по аутентификации отправляются в запросах регистр. Регистр, когда нам удаленно АТС отвечает, не авторизован, повторно в запросе регистр, IP АТС отправляет цифровую подпись. Цифровая подпись шифруется с помощью имени, аутентификации и пароля. То есть этот пароль нам необходимо задать при создании линиевой, для регистрации на сервере провайдера. Далее, как я уже говорил, мы можем задать значение from, при выполнении исходящих вызовов в сессии будет подставляться указанное поле. Если мы используем регистрацию на сервере провайдера, то у нас в настройках линии будет панель настроек, которая указана, которая показывана на экране. Если используется трамп без регистрации, то есть канал с авторизацией по IP-адресу, то при создании линии необходимо выбрать тип канала, канал OIP. выполнить настройку данного канала, ввести IP-адрес. Данный IP-адрес нам разрешит на АТС формировать запросы инвайты, это OIP-запросы SIP, и обрабатывать входящие запросы входящих вызовов по протоколу SIP. Если данный канал не создать, то входящие инвайты, входящие вызовы по протоколу SIP АТС обрабатывать не будет. С помощью канала без регистрации на сервере провайдера, но с авторизацией по IP-адресу, АТС соединяется между собой, то есть одну АТС и АСТАР серии S, либо серии MyPPX, можно соединить с другой АТС, либо и АСТАР серии S, либо и АСТАР серии MyPPX. Вот также с помощью канала с авторизацией по IP-адресу АТС можно подключить к АСТРИС к другому софт-свичу, либо подключить к шлюзу аналоговых, либо мобильных, либо цифровых ASDM каналов. Далее в настройках канала VoIP мы должны линию эту включить, то есть выбрать трамп статус Enabled. Вот. Соответственно, задать имя линии, которая будет отображаться у нас в таблице линий, в списке VoIP-линий. Далее мы должны задать домен, с помощью которого, который будет передаваться в SIP-пакетах при входящих, при исходящих вызовах по данному каналу. Этот домен может быть равен либо IP-адресу, либо использоваться в домен предприятия, который у нас внутри предприятия, развернут, внутри которого работает АТС. Вот если АТС соединяется с системой Skype for Business, либо Линк сервером, Линк сервисом внутри предприятия, то необходимо указать соответствующий домен, внутри которого развернут Линк, либо Skype for Business сервер. Либо если это сервер, который требует указания именно доменного имени, доменной инфраструктуры предприятия, необходимо задать здесь домен. Так, далее. Про транспорт я рассказал в предыдущем слайде. Здесь транспорт задается точно так же. то есть это тот транспорт, который используется для вызовов через данный канал с авторизацией по IP-адресу. По умолчанию это, конечно же, транспорт UTP. Вот если используется подключение к серверу Skype for Business, то используется протокол TCP, либо TLS, но тогда необходимо в доменной инфраструктуре предприятия, в Microsoft Certification Services, сгенерировать сертификаты, подгрузить в АТС и использовать, соответственно, шифрованный трафик по протоколу, шифрованный канал по протоколу TLS. Настройки канала без регистрации, с авторизацией по IP-адресу мы рассмотрели. Давайте перейдем к настройкам кодека. Любая линия, которая подключена к провайдеру, работающая по протоколу ZIP, либо по протоколу IACS, происходит обработку голоса и передачу голосового транспорта с помощью определенных кодеков. По кодекам также производится обработка видеотранспорта, если используется видеосвязь внутри предприятия, либо видеосвязь между удаленными абонентами с привлечением внешнего веб-транка. Соответственно, в настройках линий можно выбрать кодеки, которые будут использоваться для кодирования голоса, либо видео. В доступных кодеках настройки линии перечислены кодеки для голоса, также для видео. Это широко распространенные кодеки G711, ALO, либо MULAV, либо используется также кодек G726, G729, некоторыми провайдерами. Также, в принципе, ATRES и ASTAR серии S поддерживают все популярные кодеки для сжатия видео. и сжатия звука. Это такие кодеки, как GSM, SPEX 722, 729, ATR, PCM для звука. И кодеки 261, 263, 263, PEM для видео. Также видео поддерживается в формате F274. И в настройках линии мы можем выбрать тот кодек, те кодеки, которые будут, с которыми ATRES будет отправлять вызовы через провайдера, через указанную, созданную нами линию. Далее, в дополнительных настройках линии мы можем выбрать, мы даже должны выбрать контроль с помощью отправки пакетов Options. Если АТС работает через НАД, то данные пакеты будут производить поддержку, поддержание сессии через НАД Options Qualified будут производить контроль доступности линий. То есть, линия будет отображаться в мониторинге на АТС при доступности зеленым цветом. То есть, статус линий будет мониториться, удаленный сервер, на котором мы регистрируемся, будет постоянно мониториться. И если сервер окажется недоступен, то АТС соответственно нам отобразит, что данный сервер недоступен. Поэтому при создании линий необходимо выбирать контроль с помощью пакетов Options, то есть Qualified. Далее, в настройках линий мы можем выбрать поддержку факса линии по протоколу Т38. Тут нужно учитывать, чтобы провайдер поддерживал данный протокол. Если протокол Т38 провайдером поддерживается явно, то мы можем смело включать эту настройку в линиях. Если провайдер не поддерживает Т38, то есть он не объявляет фактически о поддержке данного протокола, но может быть такое, что по Т38 факции передаются. Тут мы должны проверить, то есть произвести передачу факса без Т38, далее включить Т38, проверить передачу факса при необходимости выполнить захват пакетов, разобрать СИП-сессию и проверить, если данный протокол поддерживается, передача производится, то мы можем включить данную поддержку в линии. Вот если используется внутри предприятие передача факса между какими-то факс-серверами по СИП-протоколу, то соответственно мы можем в данных трамках включить данную поддержку протокола Т38. Также в линиях настраивается режим передачи приема сигналов тонового набора линий. Также в других настройках линий мы можем указать реал. Это то поле, которое в СИП-заголовке передается, используется при цифровой подписи, при аутентификации и авторизации вызовов через провайдера. Поле реал может предоставлять нам провайдер, либо если поле реал задавать не нужно явно, то АТС использует поле по умолчанию. И значение в настройках линии остается пустое. В данном случае для СИП-нета у нас реал отправляет провайдер, мы не используем отправку реал через АТС. Используем определенный реал при отсутствии вызов через данную линию от АТС на внешние какие-то номера. Далее мы можем в АТС в линии включить низ. Дниз это замена номера, на который приходит вызов на указанное имя. То есть если к нам вызов пришел на какой-то номер, который нам дал провайдер для данной линии, то АТС автоматически этот номер меняет на указанное имя, которое мы здесь укажем. И соответственно в IP телефонов внутренних абонентов вызов отображается с указанным именем вместо номера. Допустим для бухгалтерии это может быть какой-то номер, который меняется с номера бухгалтерии на название бухгалтерии. Вот здесь же мы можем выбрать отправлять privacy ID в сим заголовках. Вот это параметр поля, которое требует провайдер в некоторых случаях для авторизации. Для аутентификации вызов через данный транк privacy ID как правило в простых линиях используется внутри предприятия также используется но для большей защиты провайдер может потребовать отправлять privacy ID. Далее в линии настраивается также тот это тот внешний тот номер который выдал нам провайдер для данного транка который IP РТС при выполнении внешних вызов отправляет на абонента. То есть тот номер который отображается у удаленного абонента при поступлении вызова от нашей РТС к этому абоненту. Глобальный тот задается для всех номеров АТС всех внутренних номеров глобальный тот как бы равен колера ID который используется в АТС вот мы можем задать также в таблице настройка тот каждый номер для каждого внутреннего номера то есть одному внутреннему номеру либо группе номеров будет соответствовать один номер который будет отправляться отображаться называемым на телефоне вызываемого абонента и для других номеров будет отображаться другой вызов далее настройки линий мы рассмотрели давайте перейдем к настройкам маршрута для выполнения вызовов в АТС необходимо настроить входящие маршруты для того чтобы АТС смогла принимать входящие вызовы от линий и обрабатывать их с помощью сервиса в настройках маршрута вы должны при создании задать имя маршрута должны задать шаблон DIT шаблон колер ID вот мы можем оставить DIT и колер ID значения пустыми если мы все абсолютно вызовы обрабатываем данным маршрутом вот далее в линиях мы можем выбрать те линии из которых принимать звонки по данному маршруту в маршруте мы можем выбрать рабочее время которое обрабатывает звонки по данному маршруту рабочее время задается с помощью определенных графиков которые настраиваются в АТС также в маршруте мы задаем направление куда отправлять вызовы вызовы с помощью маршрутов в АТС могут отправляться на внутренний номер на диабазон внутренних номеров то есть если инвайт пришел на какой-то номер который присутствует внутри АТС зарегистрирован на АТС вот то соответственно АТС распределяет поступивший вызов на данный внутренний номер вот либо принудительно переводит на тот номер который мы здесь укажем либо отправляет на сервис голосовой почты либо на номер АВИАР как правило используется поступающий вызов АТС с внешней линии через маршрут на какой-либо АВИАР АВИАР формирует оповещает о приглашении добрый день вы позвонили в компанию в такую-то пожалуйста для вызова менеджеров наберите внутренний номер либо нажмите один так далее это сервис автосекретаря далее вызов может быть отправлен на группу либо на очередь либо на конференцию либо вызов может быть отправлен на ДИСУ это сервис для вызова через внешние маршруты от АТС по внешним линиям вот либо выполнен колбэк то есть когда звонок поступил в танце вызов сбрасывает и перезванивает этому же компоненту либо вызов может быть из входящего маршрута отправлен транзитом через исходящий маршрут либо вызов может быть отправлен также если это факс если это выполнено обнаружение факса то вызов может быть отправлен как факс на email то есть мы можем сконфигурировать в IVR если вы хотите отправить факс то нажмите клавишу такого-то перенаправить вызов маршрут и отправить факс на email далее в входящем маршруте АТС может выполнять обнаружение факса то есть обнаруживает факс тоновый сигнал факса и при обнаружении факса тонового сигнала АТС может отправлять вызов на либо железный факс который привязан к данному номеру который указан в отправке факса в номере либо отправлять факс на какой-то email который здесь будет указан email пользователя который мы можем указать постройки входящего маршрута так входящий маршрут мы рассмотрели давайте рассмотрим исходящий маршрут в исходящем маршруте мы можем задать имя маршрута то есть при создании маршрута кнопкой создать мы должны ввести то имя которое будет отображаться в таблице маршрутов далее для выполнения исходящих вызовов мы должны задать правила набора по умолчанию АТС нам создает правила набора X точка то есть все звонки выполнены по любому внешнему номеру будут обрабатываться данным маршрутом вот но маршруты для исходящего набора можно задавать с помощью с помощью масок с помощью правил набора для правил набора существует формат задания масок исходящего набора который представлен на экране вот если мы хотим звонить на любой номер то мы должны задать X для любой цифры от 0 до 9 для задания любой цифры от 1 до 9 можем задать Z либо от 2 до 9 можем задать N вот далее мы можем в квадратных скобках ввести один из номеров который будет следовать за следующие за следующая цифра за предыдущий далее мы можем просто поставить точку если необходимо набрать любой специальный символ который либо любой любую цифру на которой выполняется вызов вот мы можем маску для исходящего маршрута задать либо жестко то есть указать необходимое число цифр которые обрабатывают для исходящего маршрута в данном случае на экране показаны примеры 10 нет 11 значных номеров с использованием кода региона плюс 7 России вот на данном рисунке показаны шаблоны для вызовов через различные скажем маршруты различным операторам например для МТС это плюс 7 916 для Билайна это 7 903 и 968 для мегафона это 7 929 вот номера 11 значные вот и для вызовов на Москву и области можем задать 7 495 498 499 мы можем в квадратных скобках выбрать одну из следующих цифр после плюс 7 или после 7 49 для выбора соответствующего для обработки данным маршрутом соответствующего номера вот далее здесь на рисунке показаны маршруты жесткого формата если мы не хотим использовать жесткий формат мы можем вместо иксов просто установить точку вот таким образом любой любой номер который вначале имеет заданную последовательность цифр будет обработан данным маршрутом и отправлен в принципе подсказка данная подсказка при настройке маршрута в АТС появляется ее можно посмотреть поэкспериментировать настроить вот далее так я хотел здесь рассмотреть что с помощью масок с помощью точно таких же масок мы можем выполнить по входящим маршруте обработку по номер на который поступают звонки входящие в АТС также по данному шаблону можно производить обработку входящих вызов по номерам откуда приходят звонки то есть фильтровать какие звонки данным маршрутом принимать от каких абонентов от каких номеров либо не принимать данным маршрутом вот таким образом настройку входящих маршрутов мы рассмотрели настройку входящих настройку исходящих маршрутов для исходящих вызов мы рассмотрели Продолжение следует...